Да, можно, типа. Денег не надо. Когда район не селеза, опоздаю. Майнкрафт, моя жизнь. Майнкрафт! Я жду света и зрелищ. А то у Ярика же другие харты. Всё хватит. О, как на речке пахнет. Привет, ребята. Опять у меня по-прежнему зовут Дарья. Месяц июнь прошёл. Это значит, что самое время подводить итоги. И это... Месяц июнь выдался очень таким насыщенным, продуктивным и продолжительным. Минут сорок вы сегодня точно со мной проведёте. Поэтому сейчас отложи все свои дела на потом. Возьми чё-нибудь похрумчать, пожевать. И погнали смотреть новые моменты жизни. В общем, тут Мария только что сказала, что у неё короткие ногти. Она сможет сыграть. И Юля решила ей подыграть, точнее, станцевать. Погнали. Три-четыре. Уступают девочки. Это Техас. Давай, я мальчик. Я мальчик. Это все буси-гуси. Давай. Сынаро. Сыне гуси-нузи. Сынаро. Е-е-е. Вон, даже тебе хомячки помогают. У тебя реально Техас. Опа, это уже руссконародно. Ну чё, мы пойдём готовить? Да. У меня ногти же ещё длиннее. Ой, ну давай, 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 ага. Ай, а я вон. Нет, у тебя уже не получится. Нет, так нельзя. Только с короткими ногтями можно так играть. Юля, покажи ещё раз моим зрителям. Вот если у вас длинные ногти, то у вас будет следующий. Моё у меня фиолетовое окрасивание. Очень прикольное, блин. Фотоградье. Опять каким-то цветом, да, покрасились? Да, красная. Виля Айлиш отдыхает уже. Это уже не Виля Айлиш. Моё не мальтизм? Нет, это не мальтизм. Это Юля, оригинал. Я повторю мой, оригинал. Давай рассказываем опять, едим в дом. У нас рубрика постоянно неповторимая. Ножкой раз, ножкой два. Чё готовим на этот раз, давай? Медовик. Медовик, собственно, производство. Что нам для этого понадобится? Молоко. Ой, хочу кофе. Мёд, собственно, гость нашей программы, звёздочка наша. Ага, моя ица. Масло государственное. Можно и превью? Да. Можно и кофе с мороженым. Это гляссе. 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 Жизнь вонажна. У нас получится гляссе. Сода. Два яичка. Это для теста. Для заварного крема мы ещё не достали ингредиенты. А, мука? Мука, которую мы купили за 5 килограмм. Я как пиш килограмм на мне, а шам. Донгасар. Шушкалар. Ёксин, шушкалар будеш, если мы купим, что очень много класть. Это так. Ой, девочки, такие, конечно, истории. Меня тут немножечко припахали. И потом я залипла, как Мария крутит, вяжет это всё. Я аж забыла вам что-нибудь снять. Ну вот, в общем, давайте, девочки, расскажите, что у вас там. Как кулинария, не кулинария. Расскажи нашим зрителям, сколько сейчас времени у нас. 21.48. У нас вот на улице такая погода. И у нас сумерки, и у нас нет ночи. Ты-х ты-ты-ты-ты. Я что-то так в песне сумерок. Итак, в общем, с девочки непосильными трудами мы собрали вот это. Я сделала крошку, которая превратилась в песок. Я у Маши спросила. Мне, между прочим, поручили, мне кажется, знаете, чтобы меня чем-то занять. Я вам не показала, что так-то. Да. Просто мы знаем, что ты любишь этим заниматься. Я взяла молоток мясной. Удей. Вот этот вот. И вот так вот. Ну вот, вот такое вот мы приготовили. Настоится, набухнет. Я прямо через экраны вижу то, что у меня тут не просыпалось. Подождите. Подготовьтесь, пожалуйста. Ну вы только посмотрите, кто у нас сидит в доме. Она грозит твои ножки. Блин, ну девочки. Именно, а что делать? У нас, короче, сейчас стрим проходят, ребята. Короче, у нас Зёма упал. Я не знаю. Я так знала. Он от моего пения уплыл. Он сейчас уплыл? Или он давно уплыл? Я просто сижу, смотрю на Зёма, а Зёма уплыл. Надо спасать. Я не знаю. А грязная рука не нужна, как говорим? Ребята думали, не умрут. Я не знаю. Короче, я им прощаю. Пишут люди, прощай, Зёма. В общем, ребята, рассказывай с историей, что у нас произошло. У нас Саша уехала в свои Челны, в командировку Челнинскую. И оставила следить за рыбами. И у него, в общем, Зёма живет отдельно. И он купил новых рыб, и Зёма отселил, потому что это разновидности разные, в общем. И он боится, что они будут драться. И мы сейчас сидим, как он смог уплыть, а он уплыл. У него там была как бы коробочка такая, в которой он сидел. И эта коробочка отстегнулась от этого, от аквариума. И сейчас Зёма плавает вместе с золотыми рыбками. А-а-а! План операции, давай! Зёма, идти сюда. Я знаю. Нет, не знаю. Куда он сачок дел? Я не знаю. У них вода такая? Страх. О-о-о, как на речке пахнет. И сейчас... Чё? Надо найти сачок. Я ссыкую. Считайте за сачок. Зёма простая вывел из тех, кто любит жизнь. Ребята, вы бы видели, что тут происходит. Я придумала, я придумала. Где этот... Что? Что? Нынешний арарат. Зёма! Вот он! Он барахтается, пожалуйста, не убей его, а! Надо что за рыбой этой наблюдать? Всё! Жив! Всё! Показываем Зёму. Вот кто нас уплыл. Господи, я сейчас вообще... Вот Зёма, вот Зёмочка. Вот это Зёмочка. Он живёт в Арарате. Сейчас... Вот Арарат. Вот Арарат. Зёма будет вместе с нами. Зёма спасён. Спасибо большое. Смотри, что я заговорил на стол. Это вообще было такое. Какой уж это... Это инсталляция. Порт-хаус. Это корабль. Наш корабль. Наш корабль идёт ко дну. Моменты жизни. Хватит, пожалуйста, у неё Майнкрафта на сегодня. Ты что, Майнкрафт? Тожись. Что за штука вы знали? Я не знаю. Это моя рамка. Помнишь, там давили, типа... Айда, нам выложишь. Саша просто кто-то полискла рамку. Мне она так понравилась, там можно прикольно делать. Потому что там... Я не могу говорить. А что ты туда повесишь? А ну, увидишь скоро. Ребята, это просто что-то с чем-то. Сейчас, в общем, мы пошли затариваться на Сашину празднование День Рождения. У него было 3-го числа, но у нас 12-го числа приезжают, как бы, Ярик и Неля. Они с Москвы приезжают к нам. И вот Саша решил отпраздновать заодно, как бы, их приезд и его День Рождения, собственно. Короче, мы сегодня целый день просто собираемся. Юля уже успела покрасить свои волосюшки. А, нет, я не смогу так пролезть. Ладно, там пролезу. Мы уже всё вышли, собрались. Наконец-то время уже было 5. Время уже полседьмого. Да, полседьмого. Мы в Питере живём, скоро белая ночь. В общем, этот молодой человек сначала не мог настроить свой айфон. Он купил айфон, между прочим. Не мог настроить свой тач, вот эта штука. Я не знаю, что он делал вчера. Потом он забыл взять карту. Карту же, да, он сначала забыл? Да. Он забыл сначала взять карту. Вернулся и сейчас опять выходит и говорит, Я забыл взять паспорт. И мы уже минут 15-20 сидим и не можем просто отойти. В ОК эти 15 минут. Список он, наверное, по-любому не... Точно? Ты проверила? Всё, ладно, хорошо. Короче, вот-таки в нас с момента жизни я аж села на лавочку. А я обычно не сижу на лавочке, девочки. Вот, Марья, как ты на это скажешь? Что именно про Саш? Да вообще про все святое это скажешь. Ну ты что даже на лавочку села? Именно про лавочку села. Потому что когда они зашли в первый раз, я сказала взять карту, паспорт и сходить в туалет. Да, она сказала паспорта не было. Я сказала паспорт взять. Было. Нет, там карта была. Так. Кот. 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 Был код. Парапаспорт точно я помню. Ты, бля, тебя не представляй, пожалуйста. Я не представляю. Ты всегда защищаешься. Он сейчас взял паспорт. Только посмотрите, сегодня Абрам и Сарочка парочка. Девочки, что не день, то что-то у нас происходит. Короче, у нас произошла интересная ситуация. У нас накопились различные банки. Мы сейчас пытаемся. Во-первых, что, на Авито их выложили сначала? Никто у нас их не берет. Да, они покупают, потому что никому не ждут эти банки. Они просто не понимают, насколько они ценны для нас. И вот мы решили написать объявление, повесить в доме. Типа, возрождаем советские, соседские отношения. Мы думаем написать как-то красиво, креативно. Да, я вот думаю. Ну, я и говорю. Может, здесь отсевать. Давай от заголовка сначала. От заголовка будем отталкивать. Банки бесплатные? Банки на подбор. Мы их продавать будем или бесплатные будем? До 100 рублей. Или чё так чаю? Да, можно, типа. Денег не надо. Чё так чаю? Надо attention сделать. Надо написать внимание. Я думаю так. Да. Красным пиши. Внимание? Да, внимание. А мы студентами. Восклицательный знак. Три. Они все определят, поймут, что нужно внимание. Ну, я как предлагаю. Как я и предлагала до этого, я также... Отдаём банки для солений. Нет. А как? От его сердца и души, отрывая, отдаём банки. Все как на подбор. Три крышки в подарок. А нет, почти у всех есть крышка. Крышка. И там скобочка. Три крышки в подарок. Баночки вас ждут в такой-то квартире. Да? Какой тип? Да. Зелёный. Он свежесть придаёт. Короче, я предлагаю нарисовать банку, и там помидоры с оленях. И вот по итогу у нас получилось вот такое творение искусства. Как думаете, девчонки, давайте ставим ставки? Кто возьмёт? Десять, десять. А, да, ставки. Да, возьмут. Какой промежуток времени? Сегодня, завтра. А я что, они её возьмут? Почему? Ты посмотри, ты смотри, какая реклама. Мы дизайнеров наняли специально. Я, кажется, ровно написала. Нормально. Так что ты и гэс сделала, или что-то черепло? Да, я сделал гэс. Смотри, вот тут типа это, угрегаты, да? Да, мы можем их запустить. Начинать открывается вода. Ты чему отходил, это опаду? Нет, это рубильник. В общем, Саша, Саша у нас сделал новую штору на кухне. Пойдём. Я буду смотреть, дождь. Ну не смотри, погоди, стой, погоди, стой. Сейчас, смотрите, зрители, давай. Слушай, здорово. А мне нравится. Надо только закрепить надо, смотри. Надо сейчас по краям что-то добавить. Тебе нравится? Нет, если по краям добавить эти, то будет хрубло. О, кстати, очень прикольно. О, 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 о. Стоило снять штору на кухне и всё, а заиграла другими красками. Напоминаю нашим зрителям, что сейчас время пол одиннадцатого вечера. Пима. 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 Люблю. Всё, пожалуйста. В общем, сейчас Мария Петровна решила убраться у нас, собственно, и на балконе, разобрать вот этот хлам. И она нашла вот эту книгу. Как бы лежит, в пакетике все дела. Кстати, Дрейку нашли для её пациентов, для её садоводства. Вот мы берём эту книгу. Я в шоке, ребят, реально. Это шок. Вы прикиньте, это книга сорок первого года. Типа реально, сорок первого года это учебник для медицинских сестёр. То есть тут рассказано все что-то там про болезни, ну, вот всякие, венерические всякие, там, кожаные, глазные, санитарно-химические какие-то. Я в шоке. Блин, сорок первого года. И вот он хранит это на балконе, да? Ребята, забудьте всё, что мы делали с Юлей, что мы думали, что тут мало места. Вы посмотрите, что сделала Мария Петровна. Вот этими ручками. Вот этими ручками, покажи им. Блин, очень много места. Сука, Ленцовый принёс. Он сорвался, здесь дохнет. Так в смысле это семиста кактусовых, чем у нас солнце будет? Как знаю. Посмотри, ну красота же, и половик чистый. Смотрите, я вам показывала лайфхак, видите, мы думали, что эти серые окна должны быть. Сейчас натянем, но не меня. Та-дам! Мы в шоке, просто в шоке. Я не знаю, как это описать, Мария. Ты мою воду покажи. Это уже второй или третий. У меня уже болит голова от этой пыли вообще просто. Всё держится на соплях, мы начинаем мыть. Оно всё, тут, короче, эти все, как это объяснить, гвозди, они все, нам приходится доколачивать, чтобы домыть. Меня что-то отлетела! Будь аккуратнее! Я рассказываю, что происходит сейчас, вы понимаете, смотрите, что происходит. Мы, во-первых, всё началось с того, что сегодня Мария решила убраться. Тут такая терраса, прям вот то, что мы делали с Юлей, это не про земля. И, в общем, мы с Сашей решили, я помыла полы, и мы с Сашей решили помыть окна. И, короче, мы начали мыть окна, чтобы вы понимали, где моя тряпочка. Вот то, что осталось, мы отмели тряпочкой. Вот я так мыла окна, Саша решил повесить эти... Шторы! Шторы! В итоге мы сейчас моем это всё, пытаемся отмыть. Для Бимочка. Спасибо, Бимочка, зайчик. Ну, давай! О, дудит! Мне этого надо вот так вот как-то прикрепить. Так вот же он, редактируется вот тут. Редактируется. Ну, давай, давай. Мяу! Я жду света и зрелищ. Короче, мы долго мучились, и у нас получилось... Я что кирилю еще? Стираю. Ага. Ой, так хорошо, свежо. Ну, блин, так уютно. Значит, там на столе спустите. Сейчас мы это всё сделаем, мы подтянули свет, мой свет понадобился тоже тут. Мы можем менять цвета между прочим рассветочки. Какой уют с Сашными шторками. Так свежо пахнет, хорошо, чисто, чистым, да, пахнет? Саша, твой вердикт? 10 из 10, миллион из 100. Да? А говоришь, на баню, да, похоже? Да, похоже, конечно, на баню, да, как будто мы в бане сидим. Да, ну шарм есть, конечно. Атмосферчик. Да. Короче, рассказываю историю. Вчера у меня попал телефон под дождь, и я нашла. Девочки мне подсказали, что есть лайфхак положить в рис телефон, и вся жидкость уйдет. Я пообещала рису, что если действительно всё сработает, я сготовлю с него или рисовую кашу, или плов. Он сдержал своё слово, и... Он сейчас найдёт, это альтенте. Я боюсь, что он начал подгорать. Я не знаю, что делать. Бля, что делать? В общем, как думаешь, что это? Это каша с мясом? Каша с мясом всё-таки. А я делаю по рецепту плова. У тебя слишком жидкое. Жидкое? А оно сейчас это, горячее, утихнет. Нет, не утихнет. Нет, не утихнет. Чё делать? Там вязкость уже. Вязкость. Я не знаю, конечно. Ну, по сути, должно быть... Ну, не то, чтобы вкусно, но по сути, вкусно. Ну, не то, чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Да, попробуй. Ну, пробуй. Да, я потрогаю. Нижнятинку давай. А с Машей думаем эту гречку отварить. Когда? А Маша не будет есть? Когда? А для кого я готовила целый казан? Нет, Маша не будет это. Нет. Слушай, ты это слышал? Почему? Там говядина, она говядина. Так выканет, мне и даст. Блин, так вкусно. Спасибо! Скажи честно, он не пересолил? Нет. Нормально, идеально. Спасибо. Спасибо. Опа, опачки, здравствуйте. Здравствуйте. О, привет. Это для момента жизни. Я так долго. Мелла, с такими сутками. Ой, на мой фон снимает женщину. Я думаю, что кошка встретит нас, ваша кисюля. А вон кисюля лежит. Где момента, где ждать? Курика здесь, не знаю. Она думает, наверное, что это Саша. Потому что она слишком адекватно реагирует на Эрика. Какая прелесть. Это невероятно. Девочки. Ну все, давайте ложиться спать. Я уже спать хочу. Попаясь. У меня познакомьтесь с комиками. Пошлите, покажу. Смотри, это мой Джорджик. Моя пупсичка. Он самый из них, этот, самый легкий на подъем. Вот, он вообще никуда не убегает. А это Масяня, это его дочь. А это Луна, это Сашина Луна. Он от нее отказался, она ему джинсы погрызла. Вот, но он от нее отказался, и поэтому я ухаживаю за ними всеми. Вот, а это вот, ну, как бы, первоначально это была Пеппа. Вот, ты можешь его взять на ручки. У тебя, девять, жаденький, у тебя, у тебя. У вас рыба. А это Сашина рыба, ну, это болото, но нам не нужно, потому что... Как тебе наш зоопар? Зоопар хороший. Я знаю. Не хватает попугая, собаки. Тоже так думаю, мам, мне тоже. Дарья, номер ван. К нам приехали ребята, и они... Они ничего не могут без меня, они не могут собрать ван. Я полностью с тобой согласна, они необычные, Саша, в том числе. И вот, в общем, ребята достали неймовский диван, который он не собирает уже год, и пытаются как-то его собрать. Слушай, а он, получается, он же... А это на полу, а вот сейчас они доску принесут, и она там стоит. Ну, логично. Не понимаю. Я думаю, что это сверху? То есть, верье сверху, а это на полу. Это Бимочка. Она, скорее всего, будет сегодня спать с нами. Тебе такое? Девчонки! Я только думала, что не надо бы сказать. Нелли, ты прикинь, это односпальный диван. И как вы будете спать? А я же Саше говорила! Мамя, ты же, да! Прошу на вас улыбную, чтобы поздравить Александра с Днем России. Я торт закрываю. Аж дунь не сбите, красавица. С Днем России, Александр! С Днем России, Тойю! С Днем России, Тойю! Это что, День России? С Днем России! А почему одна свечка не горит? Потому что это Россия. Потому что он такую Россию выберет, понимаешь? Давай. Желание загадывать. Чтобы не приняли поправки. Нелли, молодец! Праздничное настроение! Саша, я просыпаюсь. Не дорог подарок, а дорого внимания. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы... Ну блин, я еще не снимала! Давай еще раз, дубль два! Я сделаю вид, что так и конечно больше не получится. Давай красиво! Неожиданно! Че там? Давай, подожди. Как неожиданно и приятно! Давай нормально! Во-первых, мы тебе дарим не один... Пакет! Не два! Это сапсановские пакеты! Не три! Не четыре! Подожди, там потом дают. Ладно, четыре пакета. Там вот потом и дают. Странные сапсановские науши. А что это? Это оралды! Мы подарим тебе то, что я хотел с тебя в день рождения. Да, я тебя умоляла, купить ему колонку нахуй. Спасибо большое! Спасибо большое! Рад? Безумно! А Рита будет тоже рада вдвойне. Рита дохлется. Ведь у нас теперь две колонки! Давайте красиво... Красиво... Как поучили? Как учили? Помнишь? Опёрки. Опёртка. А, опёртка, опёртка. Юля, слово не добавка. Скажи. А это я. Посмотри. Да, Даша! Сашиля, мы тебя, конечно, очень любим. Нет. Ценим? Нет. Уважаем? Нет. Ненавидим? Нет. Ненавидим, да? Сначала ты должен прочитать всё. Слух, тут написаны все твои коронные фразы. Эппл говно. И купил с айфом. Смотри, что купил. Он каждый раз говорит с магазина. Садик, чек, купил. ПАКТИ! Продам рыбку, плюнул. Это правда. А, ты только открой, тогда. Да, открываем. Внимание. Красиво, открой, пожалуйста. Открываю. Тут мешок ещё. Открывай. Я надеюсь, тут не смеситель. Смеситель. Я знаю, что это такое. Это... КОЛИМБА. Это охеренная вещь. Это реально охеренная вещь. Ну поиграй, давай, сыграй нам что-нибудь. Это что? Это настолько? Прикольно. Смотри, какая. Обрати внимание. 18+. Как он любит. Ответь за 5 секунд без цензуры. Дашь, я офру. Спасибо, спасибо. Могу вам сыграть? Спасибо. Нет, Дашь не хотел. Ну я сыграю, ребята. Нет. Как играть? Я напомню вам. Всё. Тот, кто последним смотрел фильм с рейтингом 18+, становится активным игроком. Дальше передавайте ход вообще самой стрелки, мне нравится. У кого-то мозги соображают? У меня просто пустота. Ну да, я тоже так думаю. Потому что я так не услышу, не пойму. Но ставить таймер в другой игрок. Что-то не бывает. Нет, нельзя думать. Раз, два, три. Два не более варианта, которые Хилари Клинтон, Билли Алишер, Бьонси и Шакира. Был Хилари Билли Алишер. Я просто подряд. Я знаю, кого я хочу назвать моделей. Теперь я, давай карту заприняем вообще тогда. Давай. Пугачёв, Киркоров, Зверев. Пугачёв, не трогай, пожалуйста. Я взял уже. Это мой ответ. Киркоров тоже прекрасный человек. Мой ответ. Я почему? Я не принимаю твой ответ. Почему? А я могу? Ну ты можешь. Это, кстати, она может. Я тоже не понимаю. Я не принимаю. А почему? Обоснуй. А почему обоснуй? Это моё мнение. А наше мнение такое. Ну реально же ответ да. Я хожу. Вот Назову. Саша, Даша, Маша. Назовите три способа, чтобы сделать что-то вкуснее. Посолить, поперчить и воды добавить. Спасибо. Пригорит же. Пригорит? Я не соглашусь. Я бы уже сказала вам майонез. Нет, значит, воды я против. Я обосную. Чтобы было вкуснее, допустим, чтобы у тебя был рис вкуснее, чтобы он тебе не перегонял, ты его буду добавить. А если соль и перец, может быть, что-то ещё изменится. Но от воды нет. Не холодно и жалко. Я не считаю, что вы ко мне прикапываете. Я не принимаю. Понимаешь, логика. Иди на мифте. На, держи. Нам не понравилась твоя логика. Мне вообще не нравится, что я же учу. Назови три хороших жены. Не знаю, как это было. Ребята, как считаете, как вам игра? Ярик? Быстро. Быстро? Одним словом, давай. Быстро. Давай, давай. Нравится, не нравится? Интересно. Давай. Интересно. Интересно и? Пас. Короче. Вот они проявляются, типа их все берут и трясут. А не надо трясти? Расскажи, короче, мы решили посреди ночи сделать полародные фотки на вот это вот. А где мой фотоаппарат? Ну, Инна, конечно же, наш Юлин ломографический фотоплёночный фотоаппарат. Я так люблю такие фотографии. Могу вам оставить вот это? Мы повесим в Берге. Короче, ребята, тут что происходит? Обалдеть и не встать. В общем, сейчас мы пошли трогать воду, потому что Ярослав захотел потрогать воду. Пойдешь трогать воду? Я не буду трогать воду. Почему не пойдешь трогать воду? Это пляж. Юля, расскажи, ну давай. Красиво простоишь. Я тупанула. Конкретно подставила всех. Я здесь как-то была, гуляла. Мы приехали на машине, то есть не на метро. Мы приехали на метро, который за три пизды отсюда. Закрыто вот, который здесь рядом, мы приехали, то, которое далеко. И как бы, я-то не знаю, лягушка. Нет. Листок показалось, в очках не видно. Приехали, пошли пешком, обошли парк аттракционов, обычный лесной парк, потом еще какую-то площадь. И мы дошли до большой арены, которой здесь не видно. Яспром-арена. Яспром-арена. Дошли, пошли в эту сторону. Ну, как бы она большая, мы ее обошли, решили, что нам не сюда. Обошли в другую сторону. И там где были тупики, мы думали, если мы сейчас выйдем, все точно будет. В итоге ничего не было, но сейчас что-то есть, проклевывается. Вот до такого места мы, собственно, дошли. Ветер, ветруган. Это губа. Саша, какая губа? Саша, ты немножечко устала у нас. Так, экскурсию проведи. То есть каменистое место, посечком явно не прогуляешься. Мне кажется, в пятке будет больно. Такое довольно крутое место. А вот мы приехали показывать нашим москвичам нашу главную достопримечательность. Ну, Юлечка тут, конечно, тоже решила Ломоградзе тут заняться. Вот Маришка нашу любимую. Именно Маришка, не Мария Петровна. Ха-ха-ха. Я решила выгулять от своих сыпочек. Смотри. Дай, кукулево. Девчонки, гуляйте. Ребята. Маруся, верни. Такая хорошая. Смотри, на реально Маруська. Маруся. Ладно, вернешься потом. Маме, ма-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ. Ну вот и все, ребята Ну вот и все, все красиво встали Ну вот и все, Ярославль Ну что дашь тебе сказать? Ну что скажи, давай Как тебе этот уикенд? Он был прекрасен Погоди, как тебе уикенд? Давай Выпитерено Так, ты слышала? Что? Очень красиво сказала, выпитерено А нам опять с Юли тикток не дает покоя На этот раз мы увидели красивые места, которые находятся в СПБ Вот это вот, вот это вот храм Адресок, какой у нас адресок, я позабыла Пенсовета 12А Да, если что станция метро Московского Вот такой вот храм, можете приходить, пофоткаться И можете вот Моменты жизни Спасибо Блин, а пахнет? Петь, чупа-чупсом, чупа-чупсом кока-кола Так вы определитесь, фруктовый лед это или чупа-чупс кока-кола? Пахнет, как чупа-чупсом кока-кола, помнишь? Смотрите на это Это еще нажми на нее Маша капает! Какова вероятность того, что она сейчас начинает, ну, как бы, разогреваться, таять и это вот так вот будет Но она будет сегодня взрываться или нет, и что камеру достала? Можем проткнуть А она под напряжением? А давай вот... А давай я сейчас, мы сейчас проведем полностью эксперимент Я не помню, где я за... А что она хотела? На этом наш эксперимент закончился Мам, Микс, отдыхай На подавление Маш! А я хочу теперь чупа-чупс Попробуй вот так вот Нет, вдохни Я сейчас нажму Да, давай Ты ее пей, не грузи, как будто снег У меня вот такой вопрос Римочка, привет! Ага В общем, мы не успели сходить в магазин А у меня новые красотки, а там сильно льет Я не хочу марать свои новые красотки Девочки сказали, возьми пакет Но я такая... Я что-то постеснялась, я просто постеснялась взять ее продавщицу Я взяла... А что? Капуста пригодится, взяла пакет Все верно, все хорошо Капуста, блядь Че, блядь? Капуста Капуста Давай быстрее, дай, пока тебя нет, успокоился Это все, он опять начался Да, 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 20 рублей Пейте И, пожалуйста, 20 рублей Капуста Так, давай За два пакета За два, за два, за четыре Посмотрите на эту тему, что она топит за экологию А пакеты только так вот просто И, и красотки И оружие, и красотки Я маме хочу показать себе новую красоту В общем, ребята, мы продолжаем теперь с Александром Выбирали И с ищем какой-нибудь смузи С лаймом мы выбирали Смузи для смузиного дневника На этот раз очищающий У нас есть яблоко, лайм, огурец И еще какой? Шпинат, киви, банан Детокс Девочки, докажи еще раз, пожалуйста Детокс Ну че? На чем остановимся взгляд? Я предлагаю Да, мы же бананы в любом случае купим Ну Если киви надо, то не надо Ты сама себе написала, чтобы не потерять? Да Юля, вот знаешь, у меня к тебе такой вопрос возник Ты купила коврик для йоги Питаешься киви, а потом Ну, киви, питаешься смузи А потом что? Смузи В монастырь пойдешь? Да, откажемся от мяса Веган-френдер? Да От глютена Я откажусь от телефонов, от интернета Вообще, опять же, нет Я опять же уйду с палаткой в лес В тайгу В тайгу Буду там жить Ага Выкопаю себе яму А коп, где водичка будет набираться Буду ей мыться, пить там Питаться ей Вот И стану самой Самой трушной ппшкой Дорогие наши зрители Сегодня у нас очередная серия Дневника для смузи Смузиный дневник Как красиво сказала, соглашусь В общем, мы уже этот Напиток Коктейль Детокс Собираемся делать второй день Маша уже приготовила печенюхи из теста И мы решили, что самое время Отчистить организм На этот раз у нас сегодня будет детокс Что нам понадобится? Нам понадобятся яблоки Видите, все зеленушка Огурцы Лайм Сейчас мы это все поочистим от кожуры Все перемешаем И посмотрим И поставим оценку В наш смузиный дневник Работаем Все нарезали Сейчас надо включить Кто будет прокручить? Я думаю, Александру можно доверить Я думаю, нет Мы не можем доверить Александру Такое сложное действие Хочу сказать Мы сейчас посовещались Я с собой Я думаю, лайм придаст кислости Огурец воды Свежести А яблоко добавит Фруктовости Я думаю, огурец Добавит огуречного Лаймового А я выкатал Не открою Я чувствую запах лайма Да Огурец Как будто я сейчас салат приготовила Понюхай Она реально каша Может чуть-чуть воды Я тоже так считаю А какая их Ну это каша Ну давай мы тебе отдельно А сделаем А давай вады Смузи его пьют А не едят Мы же все Готово Разливаем Еще нельзя никому довериться В общем Александр на этот раз Принес другие нам Бокалы для коктейля Так вот красиво Достаем Ну что давай-давай Первый испытуемый Пошел Нижнятинка Ну Ну что ж Прикольно Прикольно? Да Ну вот такое Огурцовое Огурцовое Да Простите Никто Короче Как мы и предполагали Он кислый Но не настолько Как я думала Думала, что Песец кислятина Я решила закусить Решили бергаму делать Чего? Да Бергаму Безотходной производственной Короче лайм почистили Оставили кожуру для чая Я думаю Время подводить Итоги Наш санудийный дневник Это Десятый Потовый этаж Она честно Поднимет вес Как мы называем Этот Детокс Мне кажется Кислятина Соглашусь Кислятина Нет Давайте типа Лаймовый Чембикан Лаймовая кислятина Ну смотрите У нас еще остатки Пожалуйста Все думайте Какую оценку поставить По 10-байной шкале Это очень важно Именно от этой оценки Зависит Будем ли мы В следующий раз Делать Это смутинг В общем Девочки Сколько ставите? Наверное Семерку Семерку? Я ставлю 4 Я ставлю 5 И вот так вот Семерка Я наверное Знаете Поставлю 7,5 Че, серьезно Понравилось Детоксы? Ты его допьешь? На сегодня Завтра Все Она говорит Что допьет Опа Это нас снова Мы Представляете Юля Давай Поворачивайся Рассказывай Что делаем Воняет Что пахнет Расскажи Что происходит Короче Мы купили Как-то В Биме Корм Окей Потому что Мы тогда Не знали Не прошаренные Были Не прошаренные Мы потом Знали Что это Полная Чушь Мы теперь Покупаем Дорогие Богатые Кормы Кормы Я на нее Больше Срачу На себя И вот Эту корм Мы решили Не выкидывать И отдать У нас В садике Живут котята Кошки Тоже Сусуются Вот И мы отдать Решили Благое И все Как думаешь Будут есть? Конечно Ты такая Природница Вот Думаешь О животинках Это очень Хорошо Юля Я Ты молодец У тебя Корма очистилась Думаешь? Думаю Да Итак Непостоянная Рубрика У нас Деревенский Колхоз Нам Сейчас Будут Показывать Всяких Животинок Рассказывать Про них Штука Где Чем питается Вот Крольчиха Крольчиха Викторовна Какая большая Ну слушай Ее тут конечно Не видно Но она большая Ребят Поверьте Она вот там Прячется Она себе Натоскала Давай покажу Она натоскала Тут себе Видишь Здрасте Как у вас дела? Хозяйственные Че делаете? Че ну Такая большая Че тут у тебя Кошка большая И крольчиха большая Мадам Здрасте Как ваши дела? У нее такие уши Большие Так Че там дальше? Мистер кто еще? Мистер Кролл Вау А они как-нибудь там общаются? Там курлык Кувни курлык Мы тут вообще-то другое Решили показать Собрались-то ради другого Вот картошечка Моркошечка Девчонки Ну-ка 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 Дети Где дети? Заходи Вот сначала Тут сначала Сними в щелочку Она не спит И кто это? Привет, ребята Тут ребятам один день Спят Вот они такие маленькие А потом вырастают Вкусненькие тушки Под 3 килограмма Ты такая у меня вообще молодец Добрая, да? Я их так люблю Малышей Вот он какой маленький Вот он вообще Невесомый Они у тебя живут при пиваче Слушай Ну да Вообще Счастливые курочки Ага В общем, ребятня Что-то пошло не так Вот так вот И теперь у меня такая Прическа приколдесная У меня прическа такая Приколдесная Между прочим Вот эта вот мадам Меня сподвигла на это Че ты скажешь? Как тебе? Классно Мне нравится Потому что у тебя такая же прическа Понимаешь? Молодежно 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 Она знает Я рада Понятно Вот все Красавица Все Теперь буду что? Красить их Обесвечивать Буду просто Зато знаешь Сколько мало воды уйдет Шампуня Сколько Ну не в этом дело Зато красиво Ну конечно Модно Ты же говоришь Что это модно Я тебя послушаю Модно Молодежно Стильно Я не сомневалась Мама довольна Моменты жизни Лодка прям гордит 10 из 10 10 из 10? 10 из 10 10 из 10 Бест 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 Спасибо Ребята Вы посмотрите Я уехала вовыл И мы не можем просто расстаться Вот с ребятками Пока ты тебе дозвонишь За блин огонь У меня знаешь Я не понимаю в чем прикол У меня не ловит Ледва вообще абсолютно Думаю наверное Немножечко надо пояснить За свою новую Приколдесную прическу Потому что для кого-то Это может показаться шоком Потому что для многих Может показаться Дарья Как же так ты За своей великолепной Лошадиной шевелюрой И вот теперь Как фанатка БТС Кипопа Если что Никого не хочу обидеть Просто почему-то Многие такую сейчас носят Но надем она модная А там где мода Там и я В общем Давайте немножечко расскажу Почему же теперь Я решила так Постричься Чтобы для вас Не было шоком Что как же так Первая штука Что я очень легко Отношусь к каким-то Нововведениям Но не в плане Вот как у меня обычно Бывает с приложениями Да или новую программку Это немножечко другая тема Там у меня наоборот Ступор Как же это все Освоить и выучить А вот когда-то Какие-то изменения Во внешности Изменения там Не знаю Новый инструмент В общем что-то новое Интересное для меня Я к этому очень легко отношусь И прическа в том числе Второе У меня супер густые волосы И очень сложно Их промыть Прочесать Они еще долго сохнут Это неудобно Я постоянно Чтобы они мне не лезли В глаза Собирала их в пучок А из-за того Что они постоянно в пучке Они травмируются Потом голова болит Волосы болят Как мне говорит Мама Ну у меня ничего не болит У меня все хорошо В общем Это не совсем хорошо Для самих волос Ладно я Но волосы-то Они же все-таки В одной команде Мы одно целое Мы должны слаженно работать А эта прическа Так хоп Ты быстро Во-первых Помыл их Меньше воды Тратится И шампунь Что между прочим Очень важно Быстро высохнули Вот так вот Оп И ты уже расчесалась То есть поэтому Минимально какие Прилагаю я усилия Все супер Ну и третье Я уже самостоятельно Взрослая девочка Я могу сама решить Что я хочу делать Хочу вообще На лас Вопрос Никто мне вообще Ничего не скажет Просто когда я еще Училась на музыкальном Своем отделении Мы выступали с хором То есть любые мероприятия И нам как бы Настоятельно рекомендовали Чтобы у всех была Примерно талия на волос Чтобы можно это потом Было заплести Все красиво Чтобы были все Пододно Тоже самый цвет волос Чтобы у всех был Одинаковый натуральный цвет Без вот этих Знаете Розовый там Голубой Вот что-то Таких термоядерных цветов Не было И поэтому у меня были Такие рамки Которые Ну я не могу Сейчас на данный момент Постричь слишком коротко А сейчас делаю Что хочу Поэтому ребята Не переживайте за меня Я же осталась Та же самая Даречка Которая вместе с вами Учится И узнает что-то новое Учит вас играть на укулеле Постоянно что-то творит Со своими друзьями В общем Все со мной хорошо И те люди Которые думают Что вся сила Находится в волосах Это то же самое Знаете Как Кощей Находилась в этой иголке В яйце Ну там Вот это К сказке сидело Фольклор Не нужно Так думать Вся наша сила Находится в уме Они в волосах Наших волос Это так Чисто У кого-то есть У кого-то нет Ничего страшного Все разные Но силы при этом Очень крутые И идеальные Вот в общем Короче не переживай за меня Волосы и зубы Растут Если тебе понравилось Это видео То поставь свой лайк Напиши в комментариях Как тебе выпуск Какой тебе момент Больше понравился Как тебе наша Вимочка Наши хамитики Ну а если ты любитель Посмотреть видео По типу Влогов Блогов То у меня на канале Целый плейлист С моментами жизни Вот он сейчас появился Обязательно его Посмотри Ну а меня По-прежнему Зовут Дарья Скоро увидимся Пока